здравствуйте коллеги мы пришли рассказать о том что мы сделали на текущий момент куда мы движемся дальше в трех наверное аспектах да как мы это обычно рассматриваем люди процесса технологии значит сразу чтобы как-то описать предмет на область нашей работы да то есть цифрах наш объект защиты выглядит примерно следующим образом это большая распределенная система с большим количеством как внутренних пользователей так большим количеством бизнес-процессов автоматизированных систем которых поддерживают и эта система в которой регулярно регистрируется большое количество событий безопасности которые соответственно потом попадают подозрение на инциденты и обрабатываются вот ежедневно до 100 угроз которые могут представлять реальную опасность для банка для клиентов и с этими угрозами наш сок работает значит если посмотреть кратко историю собственно создания сока и его развитие текущего это наверное следующие аспекты первые моменты да это будет на самом деле даже не сием а наверное две ключевые системы это система поддержки работы то workflow системы собственно той дежурной смены и тех линий которые вовлечены в работу это собственно тикеты которые в которых отслеживается жизненный цикл угроз это то что было внедрено на первых порах создания нашей системы системы репортинга визуализации это то что позволяет собственно поддерживать встречного аварность да то есть осведомленность о происходящем в соке как тем кто в нем работает так и руководству и ситуационным группам которые собираются у нас на объекте или собираются удаленно безусловно это система комплексная которая позволяет собирать всю информацию из инфраструктуры потому что в отдельных консолях а у нас более под сотню можно считать систем защиты сюда криптографии относится и средства защиты до наложены и эти системы которые мониторим бизнес системы соответственно все надо собирать едином месте для обработки и следующий большой шаг в развитии который делался совместно с развитием системы это разработка процессной модели собственно это был тот шаг который позволил упорядочить работу коллектива на то есть наша структурная модель выглядит примерно следующим образом это отделы специализирующиеся на мониторинге на реагирование на угрозы отдел который целенаправленно работает с мы с кибер угрозами и территориальная распределенность также у нас есть это центры которые специализируются на отдельных областях и аспектах глубоко копают в определенные аспекты защиты также мы их приняли решение распределить географически что в свою очередь позволяет частично рисовать принцип follow the sun да работать дежурных смен вот это организация этих технологий и этих сотрудников работающих на втором наверное этапе после создания технологического стека было невозможно без процессной модели не будем углубляться в подробности потому что если как бы здесь написать все буквы которые там должны быть мы собственно этом слайде наверно всегда останемся важный общий принцип на то есть четыре группа процессов которые мы разработали и поддерживаем это собственно классические синенькие да процессы это управление инцидентами да первая вторая третья линия обработка инцидентов реагирования это сети процессы да то есть это все что связано с тем что происходит вовне инфраструктуры банка то что может со временем стать угрозой для нас инжиниринговые процессы это то что направлено на работу с средствами защиты это их поддержка так как мы являемся частью инфраструктуры которая включена инлайн да то есть время простое в некоторых системах недопустимо даже на уровне минут ну и соответственно вопросы связанные с управлением это также очень важный аспект который позволил объединить все остальные процессы и сделать их поддерживающимися да актуализируемые оптимизируемыми на определенном уровне то есть как вот мы рассмотрели да организационную структуру в принципе вот эти все процессы они и реализуют работу людей на каждой на каждом из отделов да там в той или той степени организуя это в четкую ясную понятную вещь как внутри сока но это может быть не так важно важен наверное следующий момент что мы в своей практике ежедневной работы или в ходе реагирования на инциденты очень сильно завязаны взаимодействуем как с айти подразделениями об этом сегодня утром много говорили это действительно очень качественные плодотворные коммуникации связаны с тем что и мы участвуем в их работе институционного центра они их сотрудники привлекаются к нам это работа с бизнес подразделениями и стейкхолдерами уровня руководства блоков управления да то есть на начиная с некоторого уровня потенциальной угрозы или развитие инцидента всегда рассматривается и принимается решение о необходимости привлечения того или иного уровня руководства к принятию решений о применении мер блокирования и так далее там возможно при остановке чего-то перехода на дублирующий контура и так далее и вот эти процессы да там видно много стрелочек они взаимоувязаны но главное что они позволяют сделать они позволяют упорядочить нашу работу с внешним миром и определить некоторые ожидания да там наверно в целом можно говорить о неком сла да там олей внутри сла снаружи с точки зрения взаимодействия со всеми всеми службами которые есть в банке сюда относятся и бизнес как я сказал и айти и пиар и и чар и вот практически со всеми блоками которыми мы вместе работаем в банке с внешними опять же коллегами это и вендора которые привлекаются в ряде случаев к решению инцидентов это и та работа которая ведется по взаимодействию с финцертом госсопкой да с точки зрения уведомления получения этой информации оперативного принятия в работу отработки и уведомления о том что у нас происходит да в рамках наших обязательств по этим программам соответственно вот это все то что позволило создать некий костяк и поставить вот эти галочки да которые расставил по созданию систем собственно это была такая небольшая вступительная часть да там про него можно очень долго говорить даже не один час не один день чтобы хотелось сегодня наверное о чем бы собственно хотелось поговорить после этого вступления это собственно как мы видим и весь прошлое наверное конец прошлого года и начало этого года параллельно с работами мы активно прорабатывали вопросы связанные с тем а что же дальше нам нужно помимо улучшения того что сейчас работает тюнинга повышение прозрачности метрик улучшение отчетности и так далее и так далее большого достаточно объема работ такого эволюционного улучшения созданных систем а какие же мы видим следующие шаги с точки зрения развития сока и как мы что называется будучи как мы сказали самым пиар активно на медийно медийно известным окей но так или иначе соком который на себя там центр киберзащиты который на себя взял обязательства прорабатывать и внедрять лучшие новые практики которые существуют в мире лидировать в этом вопросе как в рамках банка крупнейшего так и программ цифровой экономики вот это все вместе да вот это для нас было вопросом потому что по большому счету опера опереться на российский опыт был очень тяжело его в этой области коллеги мы не одни есть многие организации которые также идут вперед и у них также похожие инициативы происходят сегодня рассказывали очень интересно про учение там тоже понятная история мы активно тоже про нее расскажу активно этим тоже занимаемся то есть мы понимаем что общий тренд есть а тем не менее что могло бы быть следующим шагом в развитии людей процессов технологий чтобы могло качественно вывести на новый уровень работу нашего сока с точки зрения качества работы точности работы и так далее значит и после определенных размышлений и рассуждений да мы пришли к осознанию того факта что наверное следующий большой шаг в понимании необходимого минимального набора средств технических процессных и парадигма вообще работы сока об этом сегодня опять же тоже говорили будет автоматизация причем автоматизация она может существовать во многих форматах и аспектах но вот у нас наиболее активно говорится о двух вещах это но автоматизация как некая платформа какая rp платформа инцидент response платформ и мы в этом году уже ведем проект по разработке так сознание такой системы сети и платформа да то есть это что позволяет автоматизировать соответственно работу с от intel команды и внедрение ее результатов работу минуя как бы бумажные отчеты непосредственно автоматизировав их рабочий процесс а также это роботизация то есть процессы связанные с интеграцией системами и комплексами которые возможно являются достаточно уже зрелыми там где-то может быть устаревшими с точки зрения того что необходимо с ними интегрироваться получать из них информацию мы проводили анализ сам с нашими масштабами если мы берем например процесс реагирования на ряд типовых угроз с точки сбора сбора информации и проведение мероприятий по собственно исправлении ситуации вот выделили две существенные точки в которых возможно улучшение собственно это некая предварительная работа связанная с обогащением информации об инциденте и собственно внедрение результатов применение результатов того что было рекомендовано безопасностью айти собственно в систему да то есть проведение непосредственно запросов айти запросов взаимодействие с айти вот в этой части как бы там могут быть видно по таймингу достаточно серьезные улучшения собственно параллельно у нас банки как наверное если уже говорим про медийность да там много информации про это публикуется идет достаточно активный тренд по роботизации это как бы такая отдельная достаточно большая область она как есть механическая то есть физическом мире так и есть она в программном мире направлена она на то чтобы быстрее проще с меньшим количеством ошибок с большим большей возможностью наращивание развития улучшать то как работают различные службы в частности служба кибербезопасности у нас эти работы активно ведутся собственно вот это улучшение оно позволило как вы видите достаточно серьезно участвовать в отдельной части это прогнозируемые результаты где-то мы уже видим конкретные результаты которые на конкретных таймингах показывают что действительно это так то есть это основные факторы снижение количества ошибок это уменьшение количества людей которые должны заниматься достаточно монотонные и ну такой обезьянь работой да то есть по закрытии там одна тикетов по вытаскивание информации систем вот эти два аспекта до автоматизации роботизации и вовлечением платформ в принципе как сейчас мы видим позволит нам в разы сократить время которое тратится каждый день и если посчитать общий совокупный эффект если мы говорим про управление да то это экономия там целых штатных единиц да там в рамках месяца на вот эти операции которые помимо того что являются точкой в которой возможно внесение проблем ошибок и сбоев до в систему помимо этого еще они являются достаточно психологически деструктивными да то есть вот это повторяемые операции не интеллектуальные это конечно то с чем надо бороться и по возможности исключать изначально парадигма нашего движения было создание соков в котором все операции проходит через людей да и вот следующий шаг наверное для нас так и для многих коллег которые выбрали этот подход это один одна из нескольких парадигм да в принципе создание соков будет переход на некоторую степень доверия автоматизации да не только в части мониторинга и автоматического блокирования угроз но и по внедрению поведению инцидентов по их открытию закрытию по внедрению контрмер которые по в рамках расследования предлагаются экспертными да по сути системами вот этот шаг по сути мы планируем в ближайшем будущем делать и к этому двигаться ну и финальный наверное такой точкой то о чем мы я сегодня да в рамках этой презентации еще не говорил это собственно сотрудники и персонал как самого сока так и банка здесь наверное да то есть если так чуть нет не будем перескакивать значит можно выделить наверно следующие аспекты это обучение да причем обучение но должно происходить как на уровне всего коллектива да то есть то что называется общей киберкультурой киберграмотность да есть даже такая концепция human firewall да то есть то что у нас каждый сотрудник также отчасти является сенсором позволяющим выявить проблемы на своем рабочем месте в какие-то аномалии поведения системы сообщить об этом тем самым сократив время до обнаружения проблемы и облегчить потом выявление признаков отработку этих признаков и так далее уж не говоря о том что снизить количество откликов на фишинговые рассылки и так далее то есть вот это все это очень важный аспект сейчас об этом также стали очень много говорить выводится продукта на рынок различных компаний мы внутри себя этой работой занимаемся уже несколько лет сейчас видим реальные результаты но главный момент то что эту работу конечно не получится в какой-то момент считать завершенной это будет процесс который будет со временем просто обновляться и добавляться будут новые элементы как-то сертификация как-то бюллетени для различных уровней и типов специалистов относительно новых видов угроз до того что касается по сфере работы соответственно наверное дальнейшем опять же могу так вот предположить развитие этих систем в область рекомендательных данных сервисов чтобы не вся информация вливалась во всех избирательно она вливалась и так далее ну и так как мы действительно достаточно большие и у нас очень много потребностей в развитии компетенций которых мы не понимаем не видим где можно получать зачастую как был в учебных центрах у вендоров была реализуется сейчас в этом году инициатива она будет продолжена в том числе и в рамках программы цифровой экономики это академии кибербезопасности также вот часто задают вопрос кому мы этой академии учим у нас подход очень простой мы учим всех но каждого по-своему что называется да то есть мы учим специалистов банка причем как кибербезопасности такая ти бизнес мы будем безусловно уделять особое внимание компаниям которые плотно работают с банком являются поставщиками дочерними обществами интегрированы наши эти системы стремятся попасть и формируют с нами экосистему да это еще одно из больших движений банка по развитию вообще парадигма работы это безусловно да то сущность которая будет работать активно взаимодействовать с той инфраструктурой обучения и повышение квалификации которые сейчас есть уже на рынке да и не перед не предполагает заменять собой учебные центры безусловно это вопрос взаимодействия с ними выбора лучших курсов для интеграции с точки зрения соответствия этих курсов современным угрозам и проблематике кибербезопасности да то есть вот наша вот эта пирамида это концептуальное объединение классической такой до информационной безопасности с инновационными областями такими как дефси копс автоматизированные антифрод системы security оперейшн центр и так далее все это вот те инициативы которые мы направляем на непосредственно развитие сотрудников и персонала ну и опять же вот сегодня упоминалась история с учениями я говорил уже да что они у нас есть нескольких парадигмах и на нескольких уровнях и соответственно здесь опять же очень важный аспект такого самоконтроля и вопрос развития команды схему что называется что смог принес да там на затертую заретушированно да это реальная схема проработки с взаимодействия блоков то есть каждый кирпичик это там от сотен до тысяч человек функциональных блоков банка он включает себя как айти так и розничный бизнес безусловно безопасность и главное что здесь кибербезопасность на уровне руководства банка в таких учениях принимают активное участие заместитель председателя правления правления банка рассматривается кибербезопасность как один из факторов непрерывности бизнеса то есть даже не так важен на этом уровне проработка конкретики по там техники заражения важны последствия возможность борьбы с ними и обеспечения непрерывности выполнения основных бизнес функций и вот это очень важный момент так как чтобы проводить такие учения для этого мы изначально проводили учения на более низких технических уровнях связанные с вирусными заражениями имитации вирусных заражений с дидо с атаками отключениями переездами на резервные сервера и так далее и вот из этих учений так как они происходят в контролируемых условиях мы понимаем в конечном итоге можем сравнить тайминг атакующих с таймингов тех кто защищает это наиболее полезные и на самом деле как бы не говорили не ругались те у кого там словно погиб компьютер да это безусловно самый дешевый вариант с точки зрения проработки всех этих схем и развития команды потому что как мы считаем внутри себя самое ценное наверное что мы нарабатываем в рамках развития создания систем создания технологий создания процессов реагирование на инциденты огребание по голове за инциденты это та команда которая есть да тут здесь это собственно объединенная дежурная смена которая 24 на 7 состоит состоящий из разных отделов до которые мониторит собственно нашу безопасность те кого мы смогли собрать в тот момент когда делали фотографию та команда которая получает этот реальный опыт в создании в развитии и в реагировании инциденты даже когда не все идет гладко будь принимает участие в учениях это именно то то ядро сока который позволяет двигаться дальше потому что никакие формализованные бумажные знания никакие формализованные процессы никакие самые лучшие технологии без команды не живут поэтому наверное самый мощный результат который мы за это время получили это чуть больше двух лет это наверное вот созданная команда которая может себя впитывать знания и двигать дальше технологии процессы за всем всего спасибо